МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Вятские старости". В этот день, сто лет назад, вятские газеты писали. Чиновники испокон веков не обращают внимания на лужи, грязь и мусор, которые появляются в городе после таяния снега. Об этом с возмущением писала газета Вятская речь столетней давности. Несмотря на заметки в газетах и жалобы обывателей, городская управа упорно не желает произвести осмотр городских владений и распорядиться об очистке площадей, тротуарных пространств и переходов. Так по северной стороне Владимирского моста плывет грязь, заливая тротуары. Но член управы Шубин, ежедневно проходящий по этому месту, как будто не замечает этого неудобства. А публика вынуждена увязать в грязи, перебираясь с одного берега на другой. Сто лет назад, чтобы поймать больше рыбы, браконьеры своими снастями засоряли водозаборные пруды. Вот такое объявление по этому поводу можно было прочитать на страницах газеты Вятская речь. По линии Пермской железной дороги строго воспрещено засорять железнодорожные пруды около станционных водокачек рыболовными принадлежностями, как то мордами и различными сетями. Дозволяются ловля рыбы только удочками. Жители Вятки всегда тянулись к знаниям. Горожанам нравились не только концертные программы, но они с большим желанием слушали познавательные лекции. Об одной из таких рассказала газета «Вятская речь». «Великая Голиотта» под таким заглавием будет прочитана в общественном собрании лекция «Португаловым», которого вятская публика знает уже как талантливого оратора, читающего лекции на тему «Что такое ненормальный человек». Интересное содержание, литературное и художественное изложение произвели тогда сильное впечатление на публику, доставив ей умственное и эстетическое наслаждение. Как стало известно, моржи на Вятке были и сто лет назад. С восхищением и удивлением сообщала о них газета «Северное слово». Еще совсем не успел пройти лед, а наши любители-купальщики уже начали свои ежедневные водные процедуры при температуре воды в полтора градуса тепла. Страстным охотникам купания пока приходится погружаться в воду с песков и грязных лодок. Но зато в здоровом теле здоровый дух. Пвятские старости. Новости из прошлых столетий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова